И всем привет! Ну что, до чемпионата Европы остаются считанные дни. Большая часть информации о том, где и как все будет происходить, опубликована. Поэтому пора поделиться всей информацией, которая у меня есть с вами. Пока под вопросом остается трансляция, будем надеяться, что она будет. Как только у меня появится информация, я закреплю сообщением в комментариях со ссылками. Ну а пока к основным моментам. С 16 по 19 мая в столице Азербайджана Баку пройдет юбилейный 35 чемпионат Европы. Гимнастки разыграют 8 комплектов медалей. В многоборе среди юниорок-групповичек, в командном зачете, где будут складываться оценки групповичек и индивидуальных гимнасток. А также разыграют 6 комплектов медалей в отдельных видах у групповых и индивидуальных гимнасток. 16 мая в четверг пройдет церемония открытия и гимнастки начнут выступление. В первый день выступят только группы юниорок с пятью обручами. С 17 мая пятница будут выступать сеньорки в индивидуальной программе с обручем и мечом. 18 мая суббота гимнастки завершат выступление в командном зачете и разыграют первые медали в групповом многоборье и командном зачете. Соответственно, в этот день мы увидим групповичек с пятью лентами и индивидуальных гимнасток с булавами и лентой. 19 мая в воскресенье пройдут финалы в отдельных видах. В этот день разыграют 6 комплектов медалей. Также гимнасток наградят в номинации Smart Scoring Shotting Star. Пока непонятно, что это за награда, но судя по дословному переводу, думаю, дадут какой-нибудь перспективной гимнастке, которая проявит себя на старте. В индивидуальной программе от страны может выступить от одной до трех гимнасток и одна может находиться в резерве. Для командной медали нужно выполнить 8 индивидуальных упражнений. Интересным фактом этих соревнований является пункт в директиве, что гимнастки в индивидуальной программе будут квалифицироваться в финал многоборья на следующий год. Для этого будут засчитаны 3 лучших упражнения в квалификации и 24 лучшие гимнастки, максимум 2 от страны, пройдут в финал многоборья, который пройдет в следующем году. И многих волнует вопрос, означает ли это, что Саша Солдатова не сможет поехать на мир в следующем году. Как по мне, вопрос спорный и четко не сказано, что путевки будут именные. Я думаю, что возможно будет вариант замены гимнасток, главное путевки в финал многоборья. Ну а с остальным вроде бы все понятно, если останутся вопросы, не стесняйтесь, задавайте в комментариях, по возможности отвечу всем. Но кто разбирается во всем этом, можете мне помочь и также отвечать в комментариях. Ну и перейдем к гимнасткам, которые будут бороться на чемпионате Европы. Всех я, конечно же, перечислять не буду, но топовых гимнасток назову. Ну а также с какими видами они выступят. От Беларуси выступят три гимнастки. Алина Горносько, Анастасия Саллас и Катерина Галкина. Болгарию будут представлять Невяна Владинова, Катрин Тасева и Баряна Калейн. От Франции будет выступать Ксения Мустафаева, уже полюбившаяся всем гимнастка. А вот Соломе Пажава от Грузии не заявлено. Израиль представит Николь Зеликман и Леной Ашрам. Девочки исполнят все четыре вида. Так же, как и гимнастки из Италии Александра Аджаджакулеза и Милена Балдасари. Россию будут представлять Дина Аверина, Арина Аверина и Александра Солдатова. Украину будет представлять две гимнастки – Виктория Анаприенко и Влада Никольченко. Гимнастки выступят все четыре вида. Изначально была заявлена Кристина Пограничная, но была вычеркнута из списка. Среди фанатов сразу поползли слухи. И, как говорят, так решила Ирина Дерюгина. Возможно, конфликт, а возможно и травма. Но все это особенно странно, ведь на недавнем чемпионате Украины в Белой Церкви в Многоборье Кристина Пограничная выиграла серебряную медаль. Я все-таки надеюсь на какое-то адекватное объяснение этой ситуации от Федерации Украины. Ну а пока тишина. В групповых упражнениях по юниорам выступит 20 команд, среди которых будут гимнастки из Израиля, Италии, Украины, Белоруссии, Болгарии и многих других стран. За команду России будут выступать Амина Халдарова, Елизавета Катенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко и Аделя Купан. Ну что, теперь вы знаете все и готовы следить за чемпионатом Европы целых четыре напряженных дня. Ждет нас с вами. Еще раз напомню про трансляцию, как только у меня появится информация, я закреплю ссылки на нее в комментариях. Также следите за видео, которые будут выходить на моем канале. Буду стараться выпускать их как можно чаще. Ну и помните, что я всех очень сильно люблю, а мы увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok